Трудно сказать. Во-первых, здравствуйте. Что хочется сказать? Конечно, Олимпиады для спортсменов это все. Это для ребят, которые готовятся, которые подготовились к Олимпиаде, шли к Олимпиаде. Это большое дело всей их жизни. И то, что нас опять, я считаю, несправедливо, конечно. И хочется, чтобы наши ребят, очень хочется, чтобы поехали на Олимпиаду. А по поводу того, как вы говорите, федерация бокса выразилась. Нужно ехать, не нужно. Здесь я затрудняюсь. Конечно, хочется поехать со своим флагом. Ты должен выступать за свою страну. Так что, наверное, здесь уже, наверное, я не отвечу. Это каждое мнение личное. Препятствовать ты должен? Если спортсмен хочет, боксирует, хороший боксер, отобрался на Олимпиаду, он должен сам решать, ехать ему или нет. Или ему сверху должны сказать, где ехать или нет. Трудно сказать. Я считаю, что, конечно, если хочет ехать, должен ехать. И все равно все знают, за чью страну он уступает, и как он уступает. И должен все правильно показать. Мое такое мнение. Под нейтральным флагом не поехал. Можно сказать, бой непростой был. Да, много чего не получалось. Я надеюсь, что все-таки будет матч-реванш именно с Хантером. Посмотрим, как он сложится. Какой еще там вопрос был? Извиняюсь. Да просто прокомментируйте. Не все получилось, что бы хотел. Конечно, бой такой был вязкий. Для меня самого он был многим непонятен. Много не получилось того, что хотел. Вы знаете, ну, я считаю, много всего не получилось. Не то, что я что-то не подрассчитал. Просто как-то все не пошло. Я не знаю. Но почему-то хотел одно сделать, а оно не получается. Второе тоже что-то не идет. Вот так пытаешься что-то делаешь, и как через силу все шло, как-то все. Не шел бой-то это почему-то. Не знаю. В чем нужно прибавить, есть уверенность. А как выступим, мы посмотрим. Что за это заранее говорить. Вот только что перед этим вот брифингом нашим сидели сейчас Саша пили чай, обсуждали по поводу того, что нужно прибавить в подготовке. Вот, есть всякие идеи. Сейчас говорить не будем, но надеемся, что Саша выйдет в еще лучшей форме. А как считаете, Ханкова лучше сейчас? Труду сказать. Надо у него спросить. Я не знаю, лучше или нет, но то, что он хороший боец, очень хороший боец, это 100%. И то, что это тяжелейший соперник, это 100%. Я бы не сказал, что она похуже стала. Похуже она не стала. По одному бою об этом следить не надо. Мы сейчас посмотрим дальше, что будет. Я говорю, как-то не задался бой, чего-то не получалось, как-то не пошел. Я думаю, что мы все исправим. Мы как раз только что беседовали по поводу тренировок и на выносливость, и на силу. Так что что-то изменим по-любому. Я бы не сказал, что нету какой-то уже у меня это. У меня есть еще способности, и хочется, и желание есть, это самое главное. То есть чувствуется так же, как в 35, например? Ну, пока что, да. Мне кажется, так же, как в 18. Пока что, да. Конечно. И в одной приблизительно форме, и поэтому добиться там до десятки будете там еще свою форму. Как говорится, у нас в яму глубоко не падают. Я всегда пытаюсь держаться на одном уровне. Ну, сказать, вы знаете, я вообще считаю, что я во всех боях в хорошей форме. В последних. Кроме боя с Кличко. Да, но я в последних имею в виду, да. В последних. И считаю и в последнем тоже, но вот чего-то не пошло, чего-то не получилось, это уже другая тема. В последние несколько боев я пытаюсь всегда быть в форме и пытаюсь подойти хорошо. То есть вы делите, например, лучший бой в карьере вообще не можете сделать? Бой. Ну, сказать, хороший бой и с ТКМ он был, я считаю, был хороший бой, интересный бой для меня. С Вахом отличный бой. Лучший всегда тот, который будет. Мы разговариваем с Андреем Михайловичем сейчас по поводу немножко изменения тренировки на выносливость, на силу. Будем делать по-любому, что-то будем делать. Вы знаете, да, был не так чувствовал, как хотелось бы себя чувствовать, наверное. Да. Была вот такая усталость, какая-то, я не знаю, как будто являлый был, непонятный был. Состояние такое было непонятное. Ну, я думаю, мы это все исправим. Тем не менее, 12 раундов, полная дистанция, это, блин, серьезная нагрузка, я вам хочу сказать. Далеко не каждый способен в таком бою, в равном пройти 12 раундов. Поэтому кондиция-то есть, ну, надо немножко подшлифовать, подготовиться получше. Полностью не смотрел, но посмотрю обязательно. Если представить, например, что вы там боксировали бы с Энди Руисом, как бы вы с ними работали? Как, например, ну, если брать, например, Джошуа? Вы знаете, вы знаете, это можно представлять что угодно, а как выйдешь на Олимпе, как будешь боксировать, тоже две большие разницы. Потому что я тоже представлял, что я буду по-другому боксировать. А получается вот так. Так нельзя сказать, да. Я считаю, что Энди Руис и Антони Джошуа – это сильные, хорошие боксеры. Так, прямо сказать, ты с ними как-то там боксируешь. В том и задача классного боксера – заставить соперника боксировать так, как тебе надо. В этом и задача. Что, собственно, Джошуа ты и сделал. Да. Трудно сказать. Вы знаете, то, что до ничей не доработал. Наверное, до ничей это, наверное, все-таки правильно сделали. Я бы не сказал, что этот бой проиграл там. Но все равно выглядел не так, как надо было. Недоволен. Да. Мы с ним общались. Ну, я вот не общался, с удовольствием пообщаюсь. Он вообще интересный человек в мире бокса, много чего знает. И такая личность в мире бокса очень уважаемая. Вот. Поэтому, когда встречаемся, общаемся с удовольствием. Просто давно не виделись. Ты видел себя? Расскажи. Ну, знаете, мы как раз беседовали с ним. Он говорит, как ты думаешь? Я по моим почетам, Саня, а ты нанес более точный и акцентированный удар. Акцентированный удар. Ударов больше? Да, больше нанес. Вот так он сказал. И поэтому я тебе отдал победу. Я говорю, почему он так отдал? Он спросил. Причем он сказал, не надо меня благодарить. Потому что я считал честно, тоннаж ударов по ветке был гораздо выше. А все-таки в боксе нанесение ущерба – это наиболее справедливое решение. Нет, нет. Ну, большинство сходятся в том, что этот бой – это ничья. Поэтому здесь обсуждать нечего. Это тот редкий случай, когда ничья – прям ничья. К сожалению. Мы-то хотели победить. Я, если честно, об этом не слышал. Первый раз это слышу. Я, конечно, не против. На данный момент есть у меня. Я хочу все-таки провести матч-реванш с Хантером. Да. А по поводу… Я не против. Я не против. Это уже промоутер, между собой, договорился. Ну, первый раз об этом слышу. На моей памяти Уайт вызывает Сашу уже года три последних. И мне кажется, не только Сашу. В общем, всех вызывает. Ну, он хороший парень, веселый. Дай Бог ему здоровья. Вы знаете, трудно мне на этот вопрос ответить. Федерация бокса много сейчас делает для спортсменов. Вы видели, как наградила девчонок, которая по прыжкам, кажется, да? По прыжкам тоже наградила Федерация бокса. Трудно сказать. Я думаю, если про него узнает Федерация бокса, если нужно будет, то они, конечно, помогут. Так что ни за кого ничего плохого не хочу говорить. Это трудно сказать. Тоже, может, и не надо отвечать. Я могу одно сказать. Наверное, если организовали, то, значит, людям интересно, значит, хотят увидеть. Вот так скажу. Если организовали, значит, это кому-нибудь нужно. Кому-то интересно, да. Но потом все-таки популяризация бокса, это, наверное, тоже такой шаг к тому, чтобы привлечь. Потому что, ребят, я считаю, что и Миша, и Саша. Миша молодец. Не так просто выйти, блин. Подраться ничего еще с каким человеком. Саша Емельенко, я считаю, отличный боец, сильный боец. Хороший боец. И Миша вышел, и боксировал, и старался что-то, не испугался, старался что-то делать. Я не знаю, ничего не могу за них плохого сказать. За бой. Подчеркнули. Я, знаете, я стараюсь все для себя. Что мне надо подчеркнуть? Я считаю, что турнир очень хорошо был организован. Организация была хорошая, отношения были хорошие. Подчеркнуть, я могу сказать, что люди очень хорошо относились. Организация была на высшем уровне. Вот это могу сказать. Но, опять же, это благодаря, наверное, и Эдди Херну. Правильно? И местным каким-то промоутером. Я не знаю, кто там проводил борец. Да нет, его и Эдди, в принципе, все организовывали. А Эдди, что вам нравится? Битанская кубика, она действительно любит бокс. Она целит бокс. Вот, правда, самому сказали. Там ползала была британской публикой. Это точно, да. Ну и сами там люди тоже любят спорт. Видно, они соскучились уже по такому чему-то большому. И, конечно, тоже относились, в принципе, нормально. Ну, для них хорошо такие большие шоу. Потому что это же как бы развивает туризм в стране. Ну, чем приковывает к ней внимание. Поэтому они очень правильно делают, что они вот как бы еще один центр для спортивных мероприятий созданы. Ну, если не ошибаюсь, уже одноразовую арену. То есть, бой был. Турнир прошел, они сейчас все снесут. Какой-то последний день. Опять построят. Вообще не проблема. Для них точно. Вы знаете, я считаю, что оба хорошие боксеры. И все зависит от того, как они подготовятся к бою. Сейчас и Валдер, он на подъеме, блин. Он сильный, бьющий. И принц Тайсон Фьюри, он тоже свою не будет упускать. Это парень, который терпеливый, выносливый. Я не знаю. Интересный будет. Но без прогноза, да? Без прогноза, да. Без.